Музыка Башвар, ваши аплодисменты! Ну громче, ручки! Далежать, где у нас? Курчатов! Славский! Лейбунский! Харитон! Зельдович! И команда Ершова! Друзья, давайте бурными аплодисментами поприветствуем друг друга! Отлично! Ну что ж, дорогие друзья, ну а сейчас слово предоставляется директору департамента коммуникации Государственной корпорации «Росатом» и, конечно же, лучшему другу атомной молодежи Сергею Новикову! Добрый вечер, форум! Ребята, я вас всех рад приветствовать на этой чудесной поляне. Вы все видите, что нам есть куда расти. Я надеюсь, что если этот форум будет успешный, то в следующем году мы привлечем еще больше участников и из отрасли, и из смежных отраслей. Я особо хотел бы поприветствовать здесь ребят из «Росгидро» и «Шнайдер Электрик», которые присоединились к нашей инициативе, к инициативе «Росатома». Если вы помните, в прошлом году мы в первый раз создали такое большое подразделение атомной молодежи в рамках инновационного форума «Селигер». Но потом мы извлекли уроки. Вы знаете, что в «Росатоме» умеют извлекать уроки. Вообще в атомной отрасли России мы уже 25 лет извлекаем уроки. Самые разные и печальные, и более-менее успешные. И мы решили пойти своим путем, сделать вот такой собственный лагерь, посвященный энергоэффективности и безопасности. Зачем мы это делаем? Это лагерь для молодых специалистов. И я уверен, что есть люди такие, которые приехали сюда и впервые получили возможность пообщаться со своими сверстниками из других городов. Потому что мы знаем, что если, допустим, работаешь в Трехгорном, когда еще представится возможность пообщаться с коллегами из Сарова? Там Снежинск более-менее рядом, да, там из Ангарска не доехать. Это первая задача, чтобы вы друг друга увидели, друг с другом познакомились, задружились. Для того, чтобы вы создали такую вот молодежную сеть «Росатома» и вообще в целом российской атомной энергетики. И просто энергетики с учетом коллег из гидрогенерации. И вторая задача, это чтобы вы расширили свои горизонты. Потому что мы совместно с Международной ассоциацией корпоративного образования подготовили для вас насыщенную образованию. То есть завтрашняя неделя это будет в полной мере рабочая неделя, поскольку у вас идет командировка. И вы здесь не на отдыхе, а на работе. И на первый взгляд, казалось бы, зачем молодому специалисту, который работает где-нибудь в ядерном топливном цикле, что-то узнавать о ядерной медицине. Или об энергоэффективности. Или о сверхпроводниках. На самом деле мы хотим, чтобы вы свой кругозор расширили. И вдруг вы увидите такую тему, которую действительно вам придется по нутру. И вы в рамках нашей большой страны, в рамках нашей большой страны Росатом, будете ротироваться, куда-то переедете, откроете для себя действительно дело, которое, может быть, мечтали заниматься всю жизнь. Вот эти две задачи, я надеюсь, что будут выполнены. Я не буду больше занимать ваше время. Я желаю вам прекрасного времяпровождения. Я желаю вам массы энергии, которые у вас, я вижу, накоплены, и вы сюда приехали делиться друг с другом. Я желаю вам успехов. И да здравствует наш форум. Спасибо. Спасибо, Сергей. Ну, на самом деле, Сергей, никуда пока не уходите, потому что у нас приготовлен некий рояль в кустах. А именно на эту сцену хотелось бы пригласить Романа Юрия. Именно этого человека хотелось бы наградить за героические поступки атомного Селигера-2010, который трудился в Оргкомитете. Давайте аплодисментами его поприветствуем и прошу. Селигер, собственно, ручно вручайте тот самый подарок. Год спустя награда нашла героя, получается, Юрий. Вас поздравляю от души, спасибо вам большое. И, ребята, хотел бы еще, пользуясь случаем, что мы имеем возможность Юрия поздравить и наградить за его действительно серьезный организационный вклад в успешное проведение прошлогоднего лагеря. Лагерь пройдет успешно не потому, что ребята из службы охраны сидят на первом ряду, а лагерь пройдет успешно, если каждый из вас внесет вклад в организацию, в дисциплину, в желание познавать, узнавать новое, желание работать на благо Родины, на благо нашей страны. Спасибо вам большое. Конечно, хочу спасибо вам. На самом деле, я не ожидал, столько много людей приехало на атомный форум. И я думаю, что вот по организационным мероприятиям он уже лучше, чем Селигер, потому что ребята в черном ходят и улыбаются, это плюс. И пока еще не ставят прокола в бейджет, я надеюсь. Спасибо. Все, переходим к неофициальной части программы. Ну что ж, ваши аплодисменты. Такими героями вы будете стать, конечно же, и вы. Ну а сейчас на эту сцену мы приглашаем директора лагеря Евгения Сидорова. Ваши аплодисменты. Привет, участников форума. Надеюсь, вы все хорошо добрались. И полны сил для учебы. Да. Это здорово. Это очень здорово. Я хотел бы вам сказать пару слов о том, в каком режиме мы будем работать в ближайшую рабочую неделю. Подъем у нас в 8 утра. С 10 утра начинается первая часть учебной программы. Обед у нас в промежуток с 2 часов до 3. В 3 часа начинается вторая часть учебной программы. Ну а дальше ужин, вечерняя программа. Непосредственно график учебной программы вы узнаете у своих кураторов, потому что у каждой двадцатки будет она немножко отличаться. Ну а теперь бы я хотел пригласить на сцену руководителя людей в черном. Сергей, это тот человек, который вам поможет с советом, если вам нужно выйти за территорию лагеря, если вам нужно какие-то решить организационные вопросы. А также руководителя кураторов Владимира. Добрый день, уважаемые участники. Очень рад, что отметили улыбки моих ребят, потому что и для меня было очень важно, чтобы наше присутствие здесь не отвлекало вас, не раздражало, а действительно мы помогали вам урегулировать какие-то вопросы, моменты, которые возникают в рамках вашей работы. Ну и хотел бы, пользуясь случаем, поприветствовать всех от имени Московской областной организации Российской Союзной Молодежи, которую как раз представляет моя команда, команда Владимира, о которой он расскажет чуть подробнее. Большое вам спасибо за понимание, за ваше, я надеюсь, хорошее, примерное поведение на форуме. Надеюсь, драколы нам не пригодятся, а настроение ваше всегда будет на высоте. Спасибо. Спасибо. Еще раз добрый день, привет, друзья. Рады видеть вас в хорошем настроении. Мне кажется, благодаря нему и солнце вышло, и тучи ушли. Вот такое уже настроение всем нам. И я хотел бы, чтобы те мальчишки и девчонки, девчонки в большем количестве, за что нас уже отдельно поблагодарили организатора этого форума, вот эти прекрасные ребята в зеленых маечках, чтобы вы будете их беречь, потому что это те люди, которые здесь для того, чтобы вам было комфортно, для того, чтобы вам было хорошо. И они, поверьте, делают и сделают для этого все от них возможное. Ну, и я, соответственно, тоже. Мы представляем Российский союз молодежи, педагогический отряд «Маяк», и с удовольствием проведем эти дни с вами и для вас. Спасибо. Ребят, и еще раз хотел бы вам сказать, что несмотря на то, какого цвета у нас в футболке, все мы участники форума. И успехово – это наша общая задача. Спасибо большое. Спасибо, Евгений. Дорогие друзья, формат нашего форума – это первый шаг к самореализации. И об этом подробнее расскажут тренеры инновационной смены. И встречаем подборные аплодисменты руководителя Международной ассоциации корпоративного образования Голшенкову Ольгу Михайловну. Добрый вечер, уважаемые участники Международного инновационного форума. Я рада приветствовать вас всех, рада приветствовать представителей спонсоров, представителей партнеров этого события, потому что именно благодаря нашим совместным усилиям это стало возможным. И сейчас уже даже с первых минут пребывания на площадке этого мероприятия есть ощущение, что оно уже имеет высокий старт, и мы будем ежегодно наблюдать прибавление и в качестве, и в количестве участников. От лица Международной ассоциации корпоративного образования, партнера образовательной программы этого форума, хотелось бы сказать вам, что сегодня каждый человек, который находится здесь, он находится здесь не случайно, потому что совпадений в нашем мире нет. И вы, живя в своей собственной среде, занимаясь своей работой, проживая свою жизнь, вероятно, даже не догадываетесь о том, сколько полезных, интересных, замечательных знаний, впечатлений, эмоций вы можете получить друг от друга, просто общаясь друг с другом. Современные форматы образовательные нас учат тому, что самое ценное знание, самое нужное для нас в жизни мы получаем из обменов, из общения друг с другом. И все форматы образовательные, которые вы сможете посетить, в которых вы сможете участвовать во время всего форума, вас будут удивлять, поражать, будут для вас во многом нетрадиционными, во многом будут вас шокировать. И именно благодаря этому, проживая каждую минуту и каждый день этого форума, я уверена, что вы будете обогащаться и вы будете получать настоящий кайф от того, как прекрасен этот мир и как много в нем вы можете еще сделать и насколько в вас ваши компании все верят. Потому что сегодня собрались люди здесь, которые являются лидерами будущего, лидерами изменений, которые будут происходить и в ваших компаниях, и в ваших семьях, и в ваших жизнях, и в ваших городах. И никто иной, а именно вы и будете лидерами этих изменений. Наш форум инновационный. Инновации, мы слышим это слово везде. Что же они значат на самом деле? А я вам скажу, что настоящие инновации находятся внутри каждого из нас. Потому что каждый из нас это творец. Творец и своей внутренней среды, и творец своей внешней среды. Только не все еще поняли свои силы. И не все еще об этом догадываются. Так вот, инновации, они находятся повсюду. И самое интересное, что инновации в нашем мире, в мире скоростных технологий, когда на миллион человек увеличивается количество потребителей информации, распространителей информации, они являются реальностью, я бы даже сказала, про жизни. И без них совершенно невозможно двигаться дальше. Потому что мы ждем постоянно в изменениях. И придумать какую-то стратегию, какое-то суперизобретение, которое когда-то по определенному плану должно сыграть свою роль, сейчас невозможно. Сейчас главное адаптироваться к тем вызовам, которые дает среда. И самое главное, стать реформатором, преобразователем самим. Тогда изменения не будут диктовать вам свои условия, а вы будете провоцировать изменения. Итак, ключевая тема нашего форума – это инновации. Но, как вы знаете, мы сосредоточились еще и на двух больших направлениях. Это энергоэффективность, энергосбережение и безопасность. Мы взяли эти темы, которые, казалось бы, имеют самое прямое отношение именно к энергетике. Почему к энергетике? Да потому что она всегда на протяжении уже многих веков, а сейчас особенно является двигателем всех изменений в экономике и в промышленности. Вы, наверное, уже слышали, что лидеры стран постоянно говорят об энергетической безопасности, об экологии, о безопасности труда, о культуре безопасности. Они говорят все время о том, как мы должны экономить энергию, об энергоэффективных технологиях в жизни каждого человека и предприятия. И мы на протяжении этих нескольких дней погрузимся с вами в атмосферу предпринимательства, творчества, но будем сосредоточены именно на этих темах. Мне также хотелось бы вас призвать к активному участию, к наслаждению образовательной программы, потому что мы с вами и поиграем в игры, и сможем как можно лучше познакомиться друг с другом и с содержанием того, что вы делаете с вашей работой. Очень здорово, что сейчас находится здесь не только предприятие Росатома, но также к нам присоединились и Росгидро, и Шнеггер Электрик. Да, спасибо, Росгидро. И это тоже залог того, насколько тесно сейчас все связи у нас переплетены, и насколько предприятия наши смогут сформировать общую команду лидеров, которая совместно будет работать на благо нашего Отечества. Да и в принципе, я думаю, включаться в глобальную сеть. Не случайно у нас в программе уже достаточно много международных экспертов, глобалистов. Уже сегодня прилетел профессор из университета Брунелла, который будет завтра перед вами выступать. К нам приезжают высокие гости, председатель правления ИНЛ к нам приезжает завтра. Поэтому я призываю вас действительно открыть глаза, открыть уши, открыть сердца и быть готовы к взаимодействию. Ну а теперь мне хочется представить вам команду тех людей, которые будут с вами на протяжении всей образовательной программы. Это команда Международной ассоциации корпоративного образования, модераторы, тренеры и лидеры потоков. Итак, я хотела бы представить Наталью Майер. Наталья будет отвечать за интерактивную игру «Креативные города». Обнинск как модель энергоэффективного города. Я хотела бы представить Ирину Демкину. Ирина будет модератором всех интерактивных форматов образовательных. Я хотела бы представить Анну Карцеву. Она будет помогать также во всех наших тренингах, мастер-классах и будет тоже одним из модераторов нашей образовательной программы. Ну и теперь самое интересное. Я хотела бы представить так называемые лица наших направлений. И так как весь форум у нас посвящен инновациям, я хотела бы представить лицо данного потока. Это Марина Кулинич. Директор по развитию «Видно Самоко» групп, тренер, консультант и коуч. Теперь я хотела бы представить лидера и одновременно лицо потока безопасности. Это Светлана Орленко. Практический психолог, ведущий бизнес-тренер Центра Business Education International. И я хотела бы представить два милейших, мужественных лица направления, соответственно, энергоэффективность и энергобезопасность, энергосбережение. Александр Савушкин, практикующий бизнес-тренер агентства Revolution. И Андрей Шовин, бизнес-тренер МАКО. Вот эта команда будет с вами на протяжении всей образовательной программы. Я надеюсь, что лица направлений вы запомнили. А теперь я хотела бы дать слово вот таким нашим лидерам направлений, чтобы они вас еще лучше сориентировали. Итак, как вы уже услышали, у нас есть три основные темы. Я возглавляю направление безопасности. Хотелось бы узнать, вот я вас вижу впервые, и мне хотелось бы узнать, кому из вас наиболее интересна тема безопасности. Пожалуйста, помашите руками. Хотелось бы узнать, кто из вас что-то знает на тему безопасности. А теперь просто хотелось бы узнать, а кто из вас вообще ничего не знает на эту тему? Не дешается. Хорошо. Отлично. Спасибо. Тема инновации. Уже сказали много. И форум наш так называется, молодежный инновационный форум. Ребят, кто из вас вообще хоть что-нибудь знает про это? Лап поднимите. Супер. Про инновации. Кто ничего не знает про инновации вообще? Привет. Вы знаете, у вас есть возможность много об этом узнать на нашем форуме. Вы, наверное, еще не все знаете, но среди вас есть ребята, которых мы называем инновационный поток Росатома, и которые сейчас, пока мы будем с вами заниматься чем-то еще нашими образовательными делами, они будут заниматься тем, что они будут защищать свои проекты. Ребята выиграли в конкурсе, первый тур конкурса из 90 работ, и здесь среди нас находятся 20 участников. Поднимите руки, пожалуйста, инноваторы Росатома. Привет. Они знают про инновации. Ребята, а теперь поднимите руки, кто энергоэффективность и энергосбережение знает про эту тему. А теперь поднимите руки, кто не знает. Ага, вот они. Ребята, в нашей программе будут самые разнообразные форматы. Какие-то вам будут уже знакомы, какие-то будут совершенно незнакомы. С утра каждый день к нам будут приезжать гости, многие из которых являются очень уважаемыми экспертами и специалистами на те темы, о которых мы сейчас говорим. И у вас будет возможность у них поучиться, у тех самых гуру, которые в энергетике, в инновациях, в энергобезопасности и в энергоэффективности работают достаточно долгое время. После обеда у нас с вами будут интерактивные форматы. Это форматы работы, которые предполагают активное участие каждого из вас для того, чтобы достичь результата общего, а также всеобщего взаимодействия. Это и ассоциативная карта, это форсайт 2050, это конкурс решений кейсов, и это деловая игра, инновация и безопасность, и вторая игра, город будущего. Также хотим вам представить ту команду, которая вас сегодня встречала. Будет с вами жить все эти дни, делить кровь, стол, и постигнет прелести жизни этой поляны. Помимо этого эта команда сделает незабываемые и образовательные программы. И, естественно, хотелось бы представить команду рыцарей без страха и упрека, на чьи хрупкие плечи лег весь титанический труд. Это уникальная команда кураторов, модераторов из педагогического отряда «Маяк». Ребята, пожалуйста, еще раз. Ребята будут нам помогать работать в тех самых потоках, о которых мы говорили. В потоке инноваций со мной вместе будут работать Володя Головин, лапой помашите, Ирина Потагина, Алексей Сухарев, Наташа Грачева, Марина Родионова, Михаил Чичков. Моими помощниками в потоке безопасности будут работать Катерина Потемкина, Анна Петрова, Алена Теплякова, Роман Апцинов, Алексей Томачев, Анастасия Кириллина. И, наконец, наши помощницы На потоке энергоэффективности и энергобезопасности Александра Гузнова, Дарья Янстацура, Наталья Пролова, Герда Чеховская, Татьяна Матвеева. Ребят, спасибо, что вы с нами. Хочу вам сказать одну вещь. Хотя мы здесь тренерами работаем, в общем-то, преподавателями, но мы сюда приехали не для того, чтобы вас чему-то учить. Мы здесь для того, чтобы помочь вам пообщаться с друг другом, узнать что-то друг от друга, пообщаться с теми людьми, которых мы сюда пригласили, и которые что-то знают про энергетику, про безопасность, про атомную медицину и так далее. Пожалуйста, ловите момент и пользуйтесь тем, что вы здесь, и за эти пять дней возьмите максимум из той программы, что вы можете взять. По нашему мнению, мы создали и очень старались обширную и разнообразную программу. Она насыщена, она интересна, и это, опять же, наше мнение. Надеюсь, что и вам эта программа тоже понравится, но результат, с которым вы отсюда уедете через неделю, во многом зависит от вас, от вашего интереса, от вашей активности, от вашей искренности, открытости и желания работать, желания брать и давать друг другу. Спасибо. Я бы хотела сказать еще про команду людей, которые для нас будут важны. Это люди, которые обеспечивают коммуникации внутри компании, и они будут обеспечивать для нас коммуникации внутри лагеря. Это информационный поток Росатома. Поднимите руки, пожалуйста. Где вы? Эти ребята будут с нами работать, в том числе и на наших играх. Они будут с нами делать газеты, которые мы потом можем сохранить как память об этих пяти днях нашей жизни на природе. Удачи вам, ребята! Ну что ж, ваши еще разборные аплодисменты тренерам, которые будут с вами всю эту неделю работать. Ну а сейчас, дорогие друзья, на эту сцену мы хотим пригласить тренера по социально-творческому потоку Александра Гоха! АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер! Не слышу вас! Чего вы такие кислые, а? Только трубчие! Нормально! Дорогие друзья, меня зовут Александр, фамилия моя действительно Гох. И я здесь для того, чтобы вместе с вами весело провести вот после вот этого всего как-то время. Вот, все, что вас наполнило в голову до шести вечера, должно как-то легко освободиться к утру. Вот, а поскольку ребята в черном блюдюль, поэтому придется делать это вместе с нами другими способами. А именно, в первую очередь, вашему вниманию предлагаются спортивные состязания. Все эти площадки сделаны для вас. Аплодисменты всем тем, кто их делал! Также будет и творческая часть, которую мы назовем такая некая самодеятельность в перемешку с профессиональными вкраплениями. То бишь, это будут и концертные выступления, будут определенные сюрпризы в воздухе, ну и так далее. Не буду раскрывать всех секретов. Самое главное, скажу, что вы попробуете завтра и послезавтра, то есть на первые два дня ваша вечерняя программа, поиграть, в некое такое приветствие ваша задача представить вашу двадцатку весело, здорово, и каждой двадцатке будет предоставлено здесь место. А теперь о формате. Поскольку команд много, и, естественно, выдержать это все, ну, наверное, будет нелегко и долго, в смысле, я надеюсь, весело будет. Поэтому мы делим наш, как бы, всех наших участников на две части. То есть у нас 14-15, получается 7 и 8. Вот в первый день 7 показывают творчество, с 6 вечера готовятся до 8, до 9, в 9 вечера выходят, выступают, показывают. В этом вам помогут тренеры еще и творческие. Их немного, они есть в нашем творческом потоке, они подскажут, это профессиональные КВНщики, они, как бы, сделают для вас максимум возможного по режиссуре и так далее. В это время вторая половина, которая придет потом зрителями посмотреть на все это действие, занимается спортом, завтра вас ждет волейбол и завтра вас ждет регби. Но завтра я всех очень прошу и настоятельно рекомендую поприсутствовать в 18, где-то 05, 07, 010, не позже, на показательном матче, который представит вам команда по регби из Нияу Мифи. Приедут профессионалы и покажут вам, что такое регби! Настоящие мужики такие, говорят. А потом мы посмотрим те, кто вот здесь, как они это смогут повторить. Вот, но, надеюсь, опыт есть такой. Буквально на этой же поляне проходил городской молодежный слет города Обнинска, открытие, на котором множество команд всегда участвуют. Испугали регби, но когда к концу и к финалам судьи сказали, что к нам подходит уже спорить насчет правил, это говорит о том, что задалось. Вот так же, думаю, с волейболом вы проще знакомы. Так что завтра регби-волейбол, давайте сделаем так. С первого по седьмую, вот как по алфавиту называли, да? А с восьмую по пятнадцатую готовятся к творчеству. Все запомнили или не запомнили? Сейчас, Никита, наверное, повторишь, да, с первого по седьмую. Кто к творчеству готовится? Первый по седьмой спорт. Правильно? Спорт? Спорт? Не слышу, спорт? Вот так вы должны завтра болеть и встречать тех, кто готовился к творчеству, потому что на следующий день все махнется местами. Поэтому готовьтесь, отдыхайте, все это в свое удовольствие. Помимо этого из спортивных видов будет обязательно футбол. Будет завтра, стартует питанг. Что такое питанг? Кто знает, что такое питанг? Объясните всем остальным, кто не знает, что такое питанг. Я не буду читать на эту тему лекцию в шатре в большом. Вот, поэтому... Далее у нас фрироуп, если я не ошибаюсь, тоже 13-14 числа пройдет. И 15-го числа на закуску самые умные, любое количество двадцаток записываются, играют в шахматы, в дартс, определяются как бы по лучшему победителю. В итоге всего вот этого творческо-спортивного мероприятия появится некая таблица, в которой определится команда-победитель как в отдельном виде, да, есть отдельные призы за спорт и за творчество, так есть и общий приз. И поверьте, эти призы не хуже, чем все основные, которые вы получите за кейсы. Поэтому желаю вам хорошего настроения, веселья, и вот эти люди в зеленом донесут до вас, что вы сегодня должны сделать. Спасибо! Отдыхаем вместе! Аплодисменты Александру Голку. Ну и, как он уже сказал, первая семерка. Сахаров, Щелкин, Африкантов, Завинягин, Забабахин, Духов и Александров у нас завтра готовятся к творчеству, ну и через день, соответственно, наоборот. К спорту, к спорту, конечно, вот так вот. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем. Ну и мы напоминаем, конечно, что продолжается конкурс инновационных проектов, в котором принимают участие 90 работ, из которых 20 во втором туре будут определены как лучшие и будут носить звание инновационный лидер атомной отрасли. Но сейчас, дорогие друзья, мы просим всех старост 20-ок по два человека подойти к флагштокам. Поэтому все старосты 20-ок по два человека, еще раз повторяю, подходим к флагштоку. И, дорогие друзья, дабы ознаменовать открытие нашего форума, мы предлагаем всем встать, потому что сейчас будут торжественно подняты флаги. Итак, старосты распределяемся по флагштокам. По двое около каждого. Так, все готовы? Итак, дорогие... Посмотрите, механизмы пока, да. Дорогие друзья, равнение на флаг Российской Федерации звучит гимн России. Гимн России Гимн России КОНЕЦ 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 Первый молодёжный инновационный форум объявляется открытым! Ну и так как это первый инновационный форум, мы надеемся, что он станет традиционным! И то настроение и результат нашей общей работы будет зависеть только от нас с вами! Ну и в последний день форума мы будем собирать ваши пожелания и предложения по организации и проведению форума! Ну что ж, дорогие друзья, ну а мы начинаем нашу праздничную концертную программу! Ну и на эту сцену мы приглашаем великолепную команду КВН! Финалистов высшей лиги КВН, команду из города Смоленска! Триот! Идиот! Ваши аплодисменты!